Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней и начать просмотр с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра, и не забывайте, что в комментариях не стоит спойлерить и оскорблять участников партии. И вначале сразу хочу извиниться перед моими зрителями за то, что так долго не появлялась следующая серия. Здесь, знаете, есть такая поговорка «лучший враг хорошего». Так вот и я. У меня после того, как появился хороший интернет, теперь загвоздка стала... Ну, самое большое время тратится на то, чтобы видео смонтировать и отрендерить. Ну, вот рендеринг, то есть, чтобы вы так понимали, примерно часовое видео, оно рендерится примерно часа три. И я решил вот в один момент, мне это пришло в голову, попробовать немножко по-другому рендерить, потому что, ну, дольше рендерится, когда вы делаете большее сжатие, да, на видео. То есть, видео начинает меньше занимать место, но при этом дольше рендерится. Я тут решил... Я не хочу вас как бы в подробности вам эти объяснять, просто немножко другие настройки для видео сделать. Естественно, я это решил сделать перед тем, когда я уеду по делам. Соответственно, я отрендерил несколько видео таким образом, еще и обзор на Тиране, который вот уже должен был появиться перед этим. И когда я посмотрел результат, увидел, что видео в плохом качестве получилось. То есть, это выкладывать не имеет смысла. И уехал по делам. Я думал, я вернусь раньше. В общем, смысл в том, что не получилось мне выложить видео тогда, когда нужно было. Поэтому прошу вас прощения за задержку, но лучше поздно, чем никогда. Так, значит, в Ахмадабаде космопорт... Нет, стоп, не в Ахмадабаде. Калькутта, Мадуран. Мадабад у нас всего 50, а вот в Мадуране 63,2. Ну, блин, вся... Вся система на смарку. Все, что я хотел... Хотел закидать ядерными бомбами. И благодаря замечательному багу нифига не получится. Это же в замешательстве, что мне с юнитами делать? Потому что там защитный пакт я, по-моему, давным-давно заключил. Ну, то есть недавно, как раз недавно заключил. И он еще долго будет работать. О, 14. Космопорт. Так, ну давай в Калькутту перебросим. Надо Калькутту, Хайдарабад и Мадурай производством накачивать. Блин, где там коммунизм уже? Еще... Девять ходов, блин. Почему я так с культурой плохо? Потому что я думал сейчас ядерками всех закидать. А не в культуру играть. О, это тоже посол есть. Почему-то иногда прекращается сообщать, что у вас посол есть. Так, производство. Хайдарабад, четыре. Махачкала, два. Но зато есть... Иерусалим хочет торговый караван. Ой. Мне как бы и деньги нужны. И это еще как-то из-за того, что у меня атомные бомбы. Там каждая атомная бомба сколько? Восемь требует, что ли, содержания. Так что надо и на деньги куда-нибудь отправить. Надо Хачкала. Вот два производства, десять. Что у испанца? Один тринадцать. Так, значит, откуда у нас бегают? Дели, Калькутта, Хайдарабад. Раз, два, три, четыре, пять. Из Калькутты. Раз, два, три. Вот из Мадурая вообще не бегает. Так что в Мадурай. Ну, мне осталось только тут лес вырубить. Я думаю, пока оставим. Эти тоже в Мадурай перекинем. В Мадурай. Помогу. Выберяемся с Мадурой. В Мадурай. Вот. Пр decisive. Мадурай 1. Присаживайся с Мадурай. Присаживайся с Мадурай. Присаживайся с Мадурой. Продолжение следует... Кстати, при некотором желании Сириус может попробовать религии победить. Само такое желание иметь. Это нужно очень сильное желание. Ну смотри, мы войну ему объявить не можем, правильно? А я могу. Нет, ты тоже не можешь. У меня, например, священного места нету. То есть я не могу там ни инквизиторов, ни апостолов строить. С другой стороны, в городах дофига атеизма. Ну, я не знаю, если он там накопил. Если у него есть некуда девать веру. Кстати, я же покупал. Спасибо за идею, попробую. Другое дело, что в городах еще атеизм тоже есть. То есть... Такая фракция атеизма. То есть ты не можешь просто прийти и город без религии так просто переконвертить. Ну вот сколько... Вот у меня сколько городов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. То есть Сириусу надо шесть городов в свою религию перевести. Три города уже в его религии. То есть еще три города. А у тебя что, индус? Ты бейхан индус. А, ну с индусом будет намного сложнее. У него религия француза висит. Да. Ну можно попробовать. Все равно как бы вера уже нафиг не нужна. Пока такой период, что невозможно этих миссионеров убить. Видите, если это союзник сообщает, что Испания построила Биг Бен в Мадриде. Есть такое, есть. Алюминий обнаружен. Я смотрю, пока еще никто не строит части, да? Да никто даже космопорт не достроил. Ну, бразилец первый начал его строить. Я думаю, первый... Ну, начал, иначе. Я же его не дострою. Так. Блин, тут еще и рис не добавлен еще до сих пор. Так, натал тоже. Два производства. Блин, хреново, я настроил атомных бомб, они вообще стоят на минуточку 8 золота входа, каждая одна. Ну, это вообще все нечестно, по-моему. Попросим усилился, а не он 10 тысяч денег. Серьез, да иди на содержание атомной бомбы. Эээ, чё запалил? Что, это очевидно, что после Биг Бена в этом миллион? Такой миллион, тачу. Нету миллиона. Биг Бен дает ровно столько, сколько ты накопил к этому моменту. Ну, я знаю. Я же не просто так строил. Я тоже бомбы не просто так строил. Но игра мне подляну сделала. Чуть дорогие апы. Возьми карточку на... Да, взял. 285 стоит про патлинкор армады. Ну, ты как это же армада, это 3 юнита считай. А вон, конечно, меньше, чем в каждой патлинкор. Ну, да. Не, я уже дострою тут бомбы. Пускай будут. Великую войну принял Серёж. Принял великую войну, ты. Ну, видимо, апать юниты, я так понимаю. А-а-а. А, нет, я давно принял. Плюс 50% при подготовке юнитов ближнего и дальнего боя, промышленной эры и нового времени. А, будешь юниты клепать. А-а-а. 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 А-а. Давайте-ка производство попробуем поднять для нашпионов. Построим парочку шпионов. Так, значит. В кордове меня схватили. Давайте тогда в Гранаду или вообще в Мадрид. Не знаю, у меня, конечно, сейчас с золотом такие проблемы будут. Из-за содержания атомных бомб. Так, может, отменить пока. Построю центр коммерции. Ну, один ход. Достраиваться нормально. Потом закончим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... все 7 минут так давайте в Мадурай опять перебросим так пригород в Калькутте построен всеми надо, чтобы вырос город и 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 Так, бразилец, а ты видишь, что у Сириуса армия в полтора раза больше, чем у нас двоих вместе взятых? Вижу. Даже я этого не видел. Спасибо за информацию. Это не смущает? Смущает. Я думаю, он просто будет атаковать с моря, как только закончится защитный пакт. Ну, то есть у него ракетные крейсеры уже есть. То есть ему достаточно будет сбрасывать бомбу, захватывать город. А? Ракетные ты у меня есть. Нет, ты не понимаешь. У него армады были уже этих. То есть он апнул все свои армады, которые линкоры были, все в ракетные крейсеры апнул. Армады. Я тоже. Но у меня вот так вот. Их даже не убить. Я думаю, идея у него такая. Просто кидает атомку, захватывает город. Кидает, захватывает. А это такой вот вопрос. А сверху вниз же они плавают тоже, да? Ну, в смысле, на другой конец. На этом, на морском юните. Чего? Ну вот смотри, у меня в Рио-де-Жанейро. Я могу от него добраться до Мадрида и просто вниз уплыв. Или нет? Нет. Только справа налево проплыв есть. Да просто льдов никаких нет. Ну, край карты же есть. Ну, просто нелогично. Нелогично, да. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 никак не посмотреть они думают, что они являются в будущем в кордове у него космопорт как будто у вас нет космопорт что говоришь не построены коду встроишь нет я его просто тыкнул и отменил отчета и чуть что не строить были вещь поважнее например чем уже важнее космопорта что тоже мне сейчас скажи мне например термоядерки возможно интересный зачем ему нужен был военный лагерь в бостоне слева и зачем нужно не слева дарить там защищался от темпло майор построил компьютер он когда вышел это уже темпло майор построил а а вот военный лагерь типа он защищался от моих фрегатов я так понимаю Уносители есть, это все есть, все есть. Ничего не надо. Блин, скорее бы уже коммунизм, елки-палки. Продолжение следует... Да, три уже ушло миссионерному хачкалу, никак не обратиться она. Продолжение следует... Я был первый по Наувии, собственно, я первый вышел в атомные бомбы. И на этом у меня была экономика построена моя. Я даже атомные бомбы построил. Наверное, возможно, кто-то напишет, что правильнее было просто сейф загрузить до заключения защитного пакта. Но, честно говоря, это просто игра. До защитного пакта это, блин, ходов 5-6, наверное. Я даже не помню, когда мы его заключили. По-моему, мы даже вообще до сейва его заключили. То есть, ну блин, это очень большой откат будет. И давайте уже просто доиграем. Почему я проиграю? Потому что, во-первых, мои соперники уже подготовятся. То есть, у них тоже будут атомные бомбы. А здесь, в отличие от 5-й цилы, вы не можете атомную бомбу уничтожить. Она такая вещь, которая как бы находится везде и одновременно нигде. Как и генералы, как и великие люди. То есть, они не уничтожаются. И атомная бомба, ядерная ракета, она находится как бы во всех местах, откуда ее можно запустить сразу. Ее там не надо перекидывать, ничего делать. И поэтому никакого выигрыша тот, кто первый в ходу кинет бомбу, ну, не получит. Ну, единственное, может, выигрыш, когда вам надо город захватить. И убить при захвате. Ну, интересно, смогу я похитить что-нибудь? Ну, правда, я первый по науке. Блин, наверное, я зря выбрал похищение. Ну, так вот. У испанца крутое чудо на строительство морских юнитов. То есть, у него явно юнитов будет больше, чем у меня. У него может там, ну, пускай будет, предположим, меньше бомб, но фиг с ним. У бразильца есть уникальный юнит морской. Кроме того, у него есть бонус к науке. То есть, он может быстрее... Ну, вот и первый фашист завелся. Испанец фашистом стал. Ну, кстати, Франко вполне практически, ну, чуть позже, чем в Италии, фашизм пришел к власти. И в Германии, но все-таки вполне исторически верно. Ну, так вот. Я не получаю этого бонуса, который у меня был, когда я первый вышел в атомные бомбы, первый построил манхэттенский. Да я вообще, по-моему, единственный, кто построил манхэттенский проект. То есть, у меня выигрыш был в ходов 5 или 6, наверное. И теперь, во-первых, эти бомбы у меня требуют содержания. Они тут дорогие в содержании. Их желательно строить и сразу кидать. Ну, и во-вторых, я отстаю просто в создании юнита. Я сейчас буду, конечно, строить космопорты. Но у меня план впереди простой. Я Ганди, я сбрасываю на все бомбы, на всех бомбы. У меня заканчивается защитный пакт со всеми. Я просто на всех кидаю бомбы и все. А дальше уже будем посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Да, я просто… Сколько зарядов там махачкалу ушло? Бестолку. Э, а чё же Крафаген-то? Зачем тебе Крафаген? Ну ты уничтожаешь города государства. Чё мне его не уничтожать? Ну они же не были? Вот этот и усолен твоим союзником. и что было по уму силу или кого-то там уничтожен он тоже не был он был вот француза по-моему я не плату я не могу уничтожать города которые твои союзники ну я против этого вынеси мне осуждение тогда у меня вообще помню нету ни одного города союзника да так и есть все-таки у нас даже надо как-то так и держать и и Продолжение следует... Продолжение следует... Нанимай апостола, делай инквизицию и нанимай потом инквизиторов. Я так и планирую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Инквизицию учредить нельзя почему-то... Наверное, может, потому что не твоя религия? Наверное... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сколько клеток? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На двенадцать, ясно? Да, офигенно стреляют, конечно. Париж, Рио-де-Жанейро. А что у тебя в Новосибирске, военный лагерь горит? А хуй горит, нафиг он нужен. Производство дает. Ну, лечить его долго. Продолжение следует... Блин, когда эта хрень закончится? Хочу уже покидать, просто выяснить. Не, ну, понимаете, кидать надо было тогда. Тогда. Сейчас-то чего. Может, действительно аэродром построить? Может, они не будут через камеру. Может, это может быть. Подписывайтесь на мой канал. Играет музыка Сколько у меня стоит тапнуть? 570 Нехило Видимо, надо тут тоже взять на апгрейд Че-то как-то Карфаген у тебя лидж плохо берется А там два юнита и лукава Играет музыка Играет музыка Играет музыка 14 ходов Играет музыка Какая тут здесь построен на самом деле? или вообще вот тут не на моей территории если правительство отличается от вашего а кстати хочу что апгрейд мародерство нашей территории сто процентов скидка на все улучшения юнитов то есть продолжаете дружбу почему нет оса я делюсь продолжишь на клепаешь когда он заканчивается заниматься сразу заключили по моему когда шли ведь вот это был 50 какой-то ход то есть около 70 ухода мы сможем сидеть и ждать кто улетит скучно согласитесь устроим ядерный армагеддон боже что тут мигает все это я переключаюсь с типа в другой экран и вот такое влево тени это уже не хватит вот уже до эсминца повысить а а и а а Дай подстроить тут Бразилия с Испанией заключили А что за здание средней ракеты в Хайдерабаде? Это опять глюки перевода Что? Ну вот, наведи на свой космопорт в этом городе Хайдерабаде Вот, и там написано у меня здание Средняя ракета Видимо, вторая ракета построилась Многие, многие ракеты начали сгибаться на нано-технологии Многие, многие ракеты начали сгибаться на нано-технологии А в Кардуе можно партизан вербовать? Да Мне больше не гиго даже не доп elной Но у меня его есть Да Ну вот, и может и… Да Разве Тебе Да Яbau OFFICI Тебе Продолжение следует... 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 У меня... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...